Решение вопроса для жителей снимет проблемы. Освещение будет сделано на территории поселка Дубки, потому что у нас дорога на сегодняшний день проходит через поселок. У нас в поселок практически дорога разрезает пополам. На одной стороне школа, на другой стороне жилье, поэтому дети через дорогу идут, транспорт все больше и больше, освещение здесь проблемным не решим. Освещение в любом случае необходимо. Необходимо запроектировать гнездную дорогу вокруг поселка. И в того, посмотрите, вот здесь у нас, говоря о себе, есть несколько крутых поворотов, они практически по 90 градусов. Раз, два и третий. Давайте проработаем вопрос. Возможно ли сделать здесь стремление другообразное, чтобы у нас та дорога, которая есть к дачному массиву, она использовалась. Использовалась именно дачный кувент, а дорога на аэропорт была бы уже выпрямлена. И здесь мы могли бы с вами, со своей стороны, сделать все для того, чтобы автомобилисты не взлетали кувенту при его поселке на полагоге или в ночное время. Это действительно опасность такая велика. Вот две темы для обсуждения. Надо, самое главное, не стоять здесь на месте, начать освещение, а дальше заняться проектированием обхода и примлением дороги. Еще одна тема, Валерий Васильевич, это вопрос, который мы опять-таки с вами обсуждали, вопрос строительства путепроводов. Самое-то главное, у нас здесь образуются с вами очереди, когда перекрывают переезд через железную дорогу. Поэтому для того, чтобы избежать этих простоев и чтобы поездка была безопасной, с одной стороны, спрямление, с другой стороны, развязки к дачным массивам. Ну и самое главное, путепровод даст возможность уже переходить верхом через железные дорожные пути. Не нужно будет ждать, пока пройдет поезд, когда откроют здесь проезд. Поэтому решение вопроса для жителей создаст и комфорт, и снимет проблему. Редактор субтитров А.Семкин